Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем такую вот интересную факторную косу, которую можно использовать везде. Но больше всего, я так понимаю, вернее, я так вижу в шапках, вот. Ну и для джемпера, кстати, водолазку какую-то такую, может связать водолазку, девчонки, мне пришла пряжа. В общем, так, я накидала схемку, вот раппорт у нас состоит, вот он, со второй по тринадцатую петлю из 12 петель, вот. Я наберу 16, по одной петле оставлю как бы дополнительные, чтобы красивее и понятнее было, и две кромочные. Так, есть 16. Первый ряд, девчонки. Кромочную снимаю, две изнаночные, одна лицевая, две изнаночные, одна лицевая, две изнаночные, одна лицевая и в конце тоже две изнаночные и кромочная изнаночная. изнаночный ряд вяжем по узору, то есть как лежат петли, вот, две лицевые, одна изнаночная. Если же вы вяжете в круговую, то четный ряд вяжем тоже по узору, по лицу, мы вяжем по лицу, значит, это будет две изнаночные, одна лицевая, как в схеме у нас. Так, далее еще вяжем 4 ряда, этим же, как бы, то есть без изменений. Лицевой ряд, две изнаночные, одна лицевая и изнаночные, две лицевые, одна изнаночная. То есть всего шесть рядов. Так, седьмой ряд. Я буду использовать дополнительную списку, вы можете не использовать. Вернее, я ее вот здесь вот не использовала в образце, просто так, просто хочу показать новичкам, потому что им будет понятнее. Одна изнаночная, далее, три петли переснимаем на дополнительную спицу, раз, два, три. Оставляем за работой. Далее, три петли провязываем по узору, как лежат петли. И изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее, следующие три петли со вспомогательной спицы, тоже по узору. Здесь мы видим изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее, снимаем следующие три петли над вспомогательной спицу. И оставляем в этот раз перед работой. Провязываем следующие три петли по узору. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее, спицы по петли со вспомогательной спицы. Тоже по узору, изнаночная, лицевая, изнаночная. И провязываем оставшиеся петли. Изнаночная и кромочная. Вот и все, девчонки. Восьмой ряд вяжем по узору. И начинаем далее с первого ряда. Две лицевые. Здесь не видно, но... Изнаночная, две лицевые, изнаночная, две лицевые, изнаночная, две лицевые, изнаночная, две лицевые, изнаночная, две лицевые и кромочная. Все, далее начинаем с первого ряда. Вот, все, девчонки, на сегодня все, с вами была Вика и Школа рукоделия, всем пока-пока!